Сегодня ночью в Киеве горел рынок Абалонь. Пламя бушевало более двух часов и видно его было по всей округе. Дотлас горел самый большой павильон, он занимал пятую часть базара. Торговцы уверены, это поджог. А вот специалисты пока хранят молчание. Как горел рынок Абалонь, было видно издалека. Около 10 часов вечера вспыхнул самый большой павильон. Гасили его два часа, а потом еще полночи отгоняли мародеров, уверяют очевидцы. От огромного крытого павильона на 600 квадратных метров, где продавали и продукты, и промышленные товары, остались лишь обгоревшие железные конструкции, большинство из которых восстановлению не подлежит. Павильон местами дымится. То, что еще вчера было крышей, вот-вот обвалится, а торговцы ищут уцелевший товар. Обои можно спасти, но овощи, сыры, масло, колбасы, которыми торговала Людмила, съедены огнем. Ну ничего не осталось больше, ничего нет. Документы все сгорели. У меня вообще ничего нет. Я даже не знаю, с чего начинать. Пепелище в каждом ларьке Любовь Ивановна только закупила косметики и парфюмерии на 200 тысяч гривен. Вот деньги погрели. Что делать с этими вот деньгами? В банке их примут или не примут? Очевидцы уверены, охранники слишком поздно вызвали пожарных, а те гасить огонь не спешили. Минут 10 точно стояли без воды. Они немножко тушили, а потом опять стояли. Спасатели уверяют, вода у них была, но мало. Дело в том, что не было достаточного количества пожарных гидрантов, не могли долго найти. Осуществляли еще дополнительную доставку воды. Где же гидранты и почему их не хватало, выясняет специальная комиссия. Официально причин возгорания пока не называют. А вот люди на рынке вспоминают, что ровно 4 года назад, в 2009-м, сгорел павильон секонд-хенда. Из-за петарды. Теперь по рынку гуляет три основных версии вчерашнего пожара. Удар молнии, короткое замыкание или поджог. Последнее невозможно, уверяет руководство рынка. Охрана рынка имеет в своем распоряжении 6 служебных собак. Проникнуть на рынок весьма проблематично. Подпал исключается. Был на павильоне и молнии отвод, да и проводку проверяли буквально в марте. Причина пожара предпринимателей Погорельцево, их почти сотни, интересует куда меньше, чем то, кто возместит им убытки. В администрации рынка о деньгах молчат, но обещают предоставить людям новые торговые места и на время освободить от арендной платы. Алена Центила, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова